Настоящее интервью Когда многие Так или иначе тебя все равно знают Но уже появились новые люди в комьюнити Которые тебя знают разве что по смешным видео Типа танцульки И поэтому я хочу у тебя спросить Вопрос немного про историю Того как ты попал в Лигу Легенд Можешь вот поподробнее рассказать Как ты заинтересовался именно этой игрой Чем может быть увлекался до этого Ну все очень просто Я увлекался компьютерными играми В принципе как очень многие из моего поколения Прогуливали школу В клубах компьютерные играли Я не играл в доту Вообще до этого первую доту Ну может быть 2-3 раза в несознательном возрасте Когда я не мог запомнить Затем вышла интересная По моим меркам игра Деми Год Мы по локалке побегали с друзьями Начали искать что-то похожее Нашли Хон тоже небезызвестный Который был главным конкурентом в Лиге Легенд Когда она вышла И Лига Легенд в бета-тесте Мне очень понравилось И я решил остаться С тех пор так и не отпускает Не могу просто забить По этому пути так сказать Вот 5 или 6 даже уже лет Игры в Лигу Легенд Мне встречались разные организации Разные люди где я работал Или просто с кем сотрудничал Или с кем дружил И так далее И в целом я бы не сказал Что новое поколение игроков Вот те игроки Которые только сейчас приходят в Лигу Легенд Они знают меня по Рэйдж Видео Скорее уже вот Старые более игроки знают по Рэйдж Видео Тем самым с первого сезона Когда мы с друзьями собирались Покрывали друг друга Так сказать Матом Просто по фану И оттуда и вышла Так сказать Вот эта вот Предыстория с Рэйдж Видео Меня больше наверное знают Как по По Старладеру скорее всего То есть вот тот самый чувак Который почему-то на первых двух сезонах работал А затем куда-то попал И все Кстати вот про Старладер будет вопрос Но сейчас мне даже интересно А почему ты в конечном итоге Не пошел по пути про игрока Потому что в принципе Учитывая твои навыки игры Твой уровень игры Твой Так скажем Стаж У тебя в принципе были наверное Все шансы Быть среди тех Кто сейчас играет в топ командах На Старладере И вот интересно Почему ты Решил этого не делать Очень хотелось Честно скажу Очень хотелось Когда русский Риот пришли То есть вообще Русский офис Riot Games Открылся у нас И там был такой ивент Первый российский чемпионат Поскольку я помню ПРЧ Соответственно большие деньги Для того времени Ну и вообще Наверное Всегда большие деньги То есть там можно было По-моему 10 или 15 тысяч долларов На команду срубить За первое место Это все проводилось В центре Москвы Параллельно проводился ЛЦС И очень хотелось там участвовать Но Сцена тогда была Настолько дикая Настолько Необузданная Что все команды Они не просто являлись Коллективами Они являлись Миксами И перетягивание игроков Туда-сюда Я в этом всем поучаствовал Я посмотрел На очень много Кидалова На очень много Некрасивых поступков Может быть даже Да нет Там я вряд ли Как-то некрасиво Поступил с кем-то Потому что Я в конце концов Своим друзьям Сказал что Давайте ребята Ищите Ну друзья Это Дейруин и Мейкбисплит И безызвестный Ботлейн Который участвовал на Берче Как раз В одной из команд Я не помню Как она тогда уже называлась Слишком давно было дело Я просто посоветовал им Искать отдельную команду То есть Искать команду Без меня Без всех этих связей Которые мы пытались Как-то Найти То есть Флешендайт на Мидлейне Был Хацуми на топе Потом пошли Всевозможные Кидалово Уходы Перетягивания Ну и в конце В конце концов С этим ивентом У меня связан Такой вот Отказ от киберспорта Я играл тогда Слабовато Из-за перерыва Потому что Нужны были элементарно Деньги Чтобы выжить Я пошел работать Опустился где-то До уровня Ну платины Наверное Поэтому с этим Ничего не вышло И зарекомендовал Себе Как довольно Ну слабый Игрок наверное И слабый Еще потому что Так сдался И не поучаствовал В турнире Был кстати На ивенте Как пресса И с тех пор Для себя Я закрыл этот Пусть Просто не хочется Понимаю Что в СНГ Многого в Лиге Легенд Добиться Как игрок Пока что наверное Не получится Деньги опять же Минимальные Я вот говорю Уже второй раз Это слово Деньги Потому что Ну человек Когда он вырастает Ему нужны Средства чтобы жить Чтобы снимать квартиру Чтобы кушать что-то Чтобы покупать что-то Поэтому это Немаловажность Вот так То есть все убирается В принципе В неудачные Неудачные обстоятельства Какие-то Во время Как раз Начала Всей этой Движухи Связанной с киберспортом В Лиге Легенд В России И естественно В печальное положение Нашего региона Ну я так понимаю Ты сейчас Все же не жалеешь О том выборе Совершенно не жалею Потому что Попробовал хотя бы Плюс попробовал Еще много чего И остановился на том Что мне нравится Больше всего И что у меня Вроде получается То есть просто Свои стримы Но Запомнили тебя Больше всего Как ты сказал Как комментатор И довольно талантливого Комментатора Ты как уже сказал Отработал два сезона На Старладере Абсолютно верно Работал очень Качественно Потому что Ну действительно Ты отлично дополнял Комментарии других Комментаторов Как Калсиор К примеру Потому что у тебя было Отличное знание механики Отличное знание игры Но в конечном счете Когда никто Никто практически Этим не занимался Когда такие Комментаторы Как Авертум и Генезис Были Скажем Только в разработке Они занимались Комментированием Маленьких Торгейер По От Лоугейма Я тогда тоже Как раз С Лоугеймом Сотрудничал Мне Оставались Гиганты Типа Иемов И прочих Ну это Немножко Экскурс в историю Получилось Со Старладером Ну наверное Непонимание сторон То есть Под удар Было поставлено Мое Не то чтобы существование Но благополучие Как минимум В чужой стране Где у меня нету Никаких связей Никаких гарантий Я не был даже Оформлен на Старладере Я пытался Сделать так Чтобы я был там Оформлен Я пытался Продвинуть То есть Нормально Юридически провести Иностранного специалиста Это конечно сложно Особенно С накаляющейся Политической ситуацией В тот момент Было чрезвычайно сложно Но реально Мне навстречу К сожалению Не пошли Причем Не пошли Как-то очень странно То есть У меня есть Юридическое высшее образование Я примерно Представляю себе Как это что делается Плюс Вызвание Пару знакомых Они тоже подсказали Посоветовали Мне начали Ну как бы Говорить совершенно не то То есть с оформлением Там какая-то Ужасная беда была То есть как будто Люди не понимали Что я им говорю Что я не хочу И они не понимали Как раз И я не понимал Что они говорят Полное непонимание То же самое С деньгами То есть изначально Опять же Деньги Деньги Понятное дело Мне нужно жить Мне нужно там Тебя корми Девушка свою Все такое Изначально Мне обещали Тысячу долларов На руки Когда я уезжал Мне платили Около Четырех сотен То есть вот такая Вот Там конечно Это как-то связано С курсом валюты Внутренней Украинской То есть гривны Как-то связано Возможно Еще с какими-то вещами Но Изначально Договоренность Не была выполнена Поэтому мне тоже Пришлось вот так вот К сожалению Расстаться с этой организацией Ну и плюс То Ту опасность Которую я ощутил Когда я сказал Некоторые Инсайды Так сказать Что говорили за моей спиной Что планировали за моей спиной То есть просто Оставить меня в Москве В очередной раз На ланг Когда у меня опять же Девушка Все вещи Все документы В Украине Это было Ну это был удар От которого мне сложно было Оправиться И если честно Сложно было Адекватно даже реагировать На это Очень сильный удар По психологическому состоянию Очень сильный удар Который Как-то активировал во мне Определенные Наверозащитные реакции И Я поступил Так как поступил То есть собрал вещи Абсолютно все Которые были Пошел Поехал в аэропорт И улетел Ближайшим рейсом Без особых предупреждений То есть вот так вышел А как ты считаешь А почему так решили С тобой поступить Ну то есть То как ты сейчас описал Что тебя собирались В Москве Можно сказать Кинуть Ну наверное Потому что Я стал не особо нужен Потому что Изначально Был Лосиор Как приглашенный Как Наверное Порекомендованный Русскими райдами Сотрудник Комментатор Для Открытия Большой лиги Лосиор Оставила задачу Найти еще Комментаторов И соответственно Эта задача Была чрезвычайно Тяжелой Тогда работала ГС студия Которая У Каутона Были определенные Свои наработки И он комментировал Какую-то лигу Параллельно с нами Я правда не помню Как это называется Но было дело И в итоге Остался я Меня в это дело Тянули Меня вытащили Из родного Подмосковья И перетянули В Украину И соответственно Там я Начал Работать Вместе с Лосиором Работать по черному Работали мы Зачастую Очень-очень жестко Бывали дни Когда Три-четыре часа Это только Наша стар серия Плюс еще полный ЛЦС европейский То есть Где-то там С двух-трех дня До Двух ночи То есть Двенадцатичасовой рабочий день Это не было Что-то из ряда Подоходящее Настолько высока Была нагрузка Настолько много Нужно было комментировать А затем Соответственно ГС-студия Распалась Потому что Риоты прекратили Финансирование Их лиги И Как я понимаю Их проекта Пара еще Комментаторов Дозрела Такие как Кинезис АТР Опять же Втянулся в это дело Он захотел комментировать Нашлись люди И я Ну и перестал быть Незаменимым Ну и поскольку У меня была уже Подкорщенная какая-то Репутация Риоты на меня Смотрели сквозь пальцы Само собой Я не особо сейчас Удивляюсь Когда спокойно Об этом мыслю Что Руководство Захотело Подумало О том Как от меня Можно избавиться И избавиться Как можно Типа Проще Менее затратно Чтобы не нужно было Ничего мне выплачивать Чтобы не нужно было Никак от меня Отмазываться Просто избавиться Я эту ситуацию Вот так я воспринимаю Примерно Вы можете И не прав Честно Здесь я не претендую На объективность Это то Как я вижу То что было Но в конечном счете Ты уже В принципе Вряд ли Когда-нибудь С ними будешь Снова сотрудничать Да В конечном счете Когда я даже уехал И мне позвонил Координатор Лонг направления На Старладдере Это Виталий Семенюк И предложил Какое-то Возможно В дальнейшем Сотрудничество Он попытался Разрубить эту ситуацию Я был Жутко на нервах Поэтому Ну я просто Послал Как бы Умею Как все умеют Да Но он Предлагал Какое-то сотрудничество В будущем Возможно Не стоит Так разрывать Сжигать мосты Все эти Я не думаю Что возможно Наше сотрудничество После всего Сказанного мной И после всего Сделанного ими То есть Там Очень много Было Плохого Поэтому Вряд ли Люди Такое Ну просто Захотят Разгребать Хотя Насколько я слышал Сейчас У Старладера Какой-то Недобор Комментаторов Снова Новых нет Конечно Я считаю Немножко Другие Имеют Источники То есть Проблема Это имеет Недобор Комментатора Другие Источники Но Ладно На Старладере Что там происходит У них Недобор Комментаторов Но В любом случае Я думаю Что Здесь даже Не в моем Желании Дело Здесь Дело в том Что со мной Скорее всего Не будут работать По причине Опять же Сказанного Сделанного Слушай Тогда будет Немного Странный Вопрос Но Ты сейчас Перечислил Довольно Негативные Моменты От работы Со Старладером Конечно А Что тебе Запомнилось Больше всего За эти Два сезона Положительное Было такое же Было Конечно Абсолютно Я не говорю Что Старладер Это было Только Плохое Положительное Если честно Вот как раз Те самые 12 часов Комментирования Запомнились Мне и С положительной Точки С положительной Точки С положительной Какой-то Страны То есть Здесь Очень тонкая Материя Такая Я никогда Не жаловался Сколько я там Работал Никогда Даже Когда я говорил На стриме Меня постоянно Спрашивали Почему Тоже Что Старладера Я Четыре Каких-то Пункта Составлял Сейчас Уже Я не вспомню Короче Систематизировал Этот ответ Потому что Меня слишком Много Спрашивали И я никогда Не жаловался Что я Слишком Много Работал Мне Нравилось Даже Если 12-часовой Стрим Это было То Зачем Я Очень сильно Рвался До этого Я попадал На стреладер Ну В киберарену Всего раз И мне там Как раз Выделяли место Чтобы комментировать Один из турниров Который шел Даже Не в киберарене Он шел Где-то Это был Второй сезон Это было Давно Моя память Меня уже подводит Но тем не менее Я там был Мне там Жутко Понравилось И я Прямо так Ну Отложил Где-то Мозгу У себя Что Хотелось бы Здесь работать Конечно Было бы здорово И весь этот хайп Все это Удовольствие Именно от работы Оно запомнилось Очень и очень Классным То есть Именно удовлетворение Когда Дан стримил 12 часов Когда ты Идешь Заказывай себе такси Потому что уже поздно Ты чувствуешь Что ты только что Сделал клевую вещь Ты только что Круто откомментировал Ты порадовал зрителей Ты порадовал Всех И Ты такой Маленький герой Роман Слушай Мне интересно Сейчас получается Ты со Старладера ушел Довольно давно Конечно же И как ты сказал Появились новые комментаторы То есть Генезис свои проблемы Исправил Авертум Тоже подтянулся Вот ты сейчас В целом Как оцениваешь Уровень Именно российских комментаторов Допустим По сравнению С теми же Европейскими Ты смотришь Европейские стримы Американскими И прочими Когда я интересовался ЛЦС Я смотрел Американские Европейские стримы Чтобы все это понять Воды смотрел Как они комментируют Дело в том Что несопоставим Уровень В принципе По инсайду От Крикшота Который был выложен На Родите В принципе Это не такая большая тайна Я думаю Что там ее подтверждали Много людей Которые работают В продакшене ЛЦС ЛЦСов Вернее Европейского Американского Там все это дело На скриптах То есть Короче Описано заранее Люди пишут Сценарий Примерный Он отрабатывается Он пишется каждый день Пока ЛЦСа нет Пять дней в неделю Люди пишут сценарии В том числе и кастеры Они пишут Примерные наработки Сценария Они пишут Примерные шутки Примерную аналитику Они пишут То что должно быть Сто процентов Они очень много работают И здесь дело Дневной нагрузки В два дня эфира То есть Два дня На каждый ЛЦС Ну там Три дня Понятно Что Эти самые Супер недели были Но Суть именно в этом Что Подавляющее Количество времени Они именно Пишут Сценарий И соответственно Когда они комментируют И когда они В эфире Они точно знают Что говорить Что делать Они минимум Импровизируют Они максимум Отточено Ведут трансляцию На высочайшем Профессиональном уровне Для которого еще Ну Я не верю Что СНГ вообще Когда-нибудь До него поднимется То есть Вот у меня уже И веры нет Хотя Хотелось бы Разумеется Чтобы у нас было Настолько Круто все Чтобы у нас было Такой профессионализм Потому что Когда я Пробовал эту кухню Когда я в ней Повертелся Максимальный сценарий Ну вот Я вообще Не принимал Какую-то заготовку Для стрима Я верю Что у меня есть Все в голове Мне главное знать Текущую мету Текущую аналитику Текущие Там Какие-то Определенные Фотом персонажи Фотом стратегии И прочее То есть То, что сейчас Происходит в Регеттген Это было самое главное Что я пытался Не упускать Но вот LCO К примеру Хотел пойти по пути Какого-то сценария Но это в основном Была там бумажка Или две На которые было написано Кто с кем играет Кто кого пикнет Примерно там Кто кого пикал до этого Какая-то статистика Небольшая Ну серьезно Буквально Строчек 20-30 Максимум И то Коротеньких То есть Какие-то наработки Очень быстрые Которые можно составить За час И Вот здесь вот Как раз Это пропасть Между Пять Между тем Как пять дней Много профессионалов Пишут Огромный Хороший Качественный Сценарий Для трансляции И один человек Ну даже пусть два Час засядут вечером На трансляции И напишут Мини Такие вот штучки По которым можно Только ориентироваться Но невозможно По ним Ну их как-то выучить И по ним вести трансляцию Поэтому СНГ Это Импровизация Это импровизация Да Европа Америка Это уже фильм Это уже сериал Фильм Который конечно же Изменяется Я не говорю Что там что-то куплено Не дай бог Конечно нет Я имею ввиду Что все твердо знают О чем они будут говорить И как будут говорить В СНГ все импровизируют Ну и я конечно Очень долго отвечаю На этот вопрос Там вторая еще часть вопроса была Как я оцениваю Текущий уровень Ну конечно По сравнению с американскими Но именно Текущий уровень Комментаторов Здесь я хотел бы Чуть-чуть Свои мысли Может быть Они оскорбят Кого-то Может быть Они кому-то не понравятся Но я очень хочу И высказать Поскольку у меня здесь Такая замечательная возможность Рассказать Что это не только Для своей аудитории Они-то это все слышали Мне кажется В СНГ огромная проблема С уровнем комментаторов То есть ладно Алсиор Алсиора в принципе Ну я даже его уважаю В какой-то мере То есть как Человек который с ним поработал Как человек который Посмотрел Что он может Что он умеет Что он хочет Алсиор Хочет классно Разговаривать на стриме Классно вести шоу Не особо хочет Много понимать В Лиге Легенд Любит статистику Это нормально Абсолютно Есть еще Абертум Который Хочет понимать В Лиге Легенд Он хочет Хорошую выдавать аналитику Хочет оперировать И статистикой И аналитическими Какими-то данными И логическими цепочками У него все Сухо взвешено Но соответственно Как раз эта сухость Она везде Почему-то у человека То есть он абсолютно Как-то не эмоционально Видит трансляции И это тоже нормально Как раз их пара Она довольно Имеет конечно Свои изъяны Но она довольно Как бы Уравновешена Это прикольно даже Ну и есть Генезис Который к сожалению Я в шоке На самом деле Что в принципе Человек просто Захотел комментировать У него Какие-то дефекты Речи были Он их исправил Полностью Не полностью Это у кого Как слух И не понимая В Лиге Легенд Многое Он проходит По трансляциям Как типа аналитик Ну что я слышу Потому что есть Плейбайплей Щекотел Сьор обычно Есть там пара Калор-рекомментаторов Это Вертум Генезис Я очень удивлен Мне кажется Что вкупе С недостатком Людей В СНГ Есть еще такая проблема Как люди Цепляются за место И они Возможно даже Препятствуют Нахождению новых Комментаторов Которые Я уверен В СНГ Есть очень много Новых хороших Комментаторов Которые бы хотели Себя попробовать В этом деле Даже на халяву Даже просто За спасибо Сидя у себя дома Купить какой-то Даже за свои деньги Профессиональный микрофон Тысяч за пять И не попробовать себя В этом Ну нелегком В общем-то деле Но они Короче Оказались бы лучше Чем вот Например Генезис Лучше во многих Моментах Чем Авертум Лучше во многих Моментах Чем Алсер Вот в этом тоже Проблема СНГ Комментаторов Потому что Новые крови Нет и ей не дают Течь Ей не дают Найтись Ее вроде как Просто говорят Ну нету И не пытаются искать Вот это тоже проблема Слушай А вот Тогда скажи Вот по твоему мнению Чем должен обладать Человек Чтобы Быть хорошим Комментатором По лиге То есть я не говорю О уровне европейских Да То есть Которые уже имеют Как там гигантский опыт И сами по себе Ребята талантливые Но вот Что базовое Человек должен иметь Чтобы вот Иметь возможность В будущем развиваться Как комментатор Ну и в целом Быть комментатором Ну и здесь Все довольно просто Хотя ответ опять же Будет какой-то долгий Я С лаконичностью У меня сегодня Что-то Не получается Ну ладно Ответ будет довольно долгий И В общем Есть два типа комментаторов Play-by-play И color комментаторы Первому Ну Нужен подвешенный язык И все Все остальное Нарабатывается Когда ты стримишь игры Когда ты смотришь На лигу легенд Ты сначала Ничего не видишь Ты упускаешь В тимфайдах Очень многие аспекты Ты упускаешь Очень многие аспекты На карте Когда камера Направлена в одно место На мини-карте Что-то происходит Тебе Это тоже Нужно рассказать зрителю И в целом Перенести То, что ты видишь В формат звука Это и есть Play-by-play Описывающий То, что происходит На экране Очень качественно Комфортно Для зрителя Интересно И есть, конечно Color комментатор Это намного интереснее На мой взгляд Это аналитик Это человек Раскрашивающий То, что Набрасывает Play-by-play Это человек Который заполняет Пустые Вот эти вот Промежутки Когда нечего сказать Своей аналитикой Своими знаниями И здесь Такому Ну Начнем, конечно С play-by-play То есть Подвешенный язык И очень много Тренировок Очень много Практики Очень много Трансляций Которые будут Как-то Обозреваться Определенным Ну Надзором То есть Ну Типа Поставить Того же Алсиора Над Свеженайденным Комментатором И заставить Алсиора На ошибке указан То есть Должен быть Какой-то ментор Какой-то тренер И все То есть Для play-by-playщика Больше не нужно Красивый Хороший Поставленный голос Все Ты готов Ты можешь Идти тренироваться И через полгода Из тебя будет Замечательнейший Комментатор Ты просто Молодец Ну и Комментатор Который интереснее Здесь уже Все не так Точно То есть Он может Конечно Быть слегка Там Не знаю Какой-то Ну Слегка Дефект Речи Слегка Как-то Недоговаривает Что-то Слегка Он там Запинается Это даже Не важно Главное Чтобы он Был Искренне Умный То есть Не просто Показушная Вот это вот Типа я умный Смотрите У меня там Слова Я начитался В интернете Я начитался Каких-то Терминов Англоязычных Полики Легенд Я там Знаю Как ротации То-се Искренне Вот чтобы человек Понимал Как работает Лига Легенд Как работает Профессиональная Непрофессиональная Чтобы он проводил Мостик От Соло Кью До 5 на 5 Игр Профессиональных Чтобы он проводил Мостик От низкого уровня Игр До высокого Сравнивал И в общем Плавал в этом То есть В идеале Либо Очень старый Закаленный Игрок Который В ХЛ Все такое Либо Бывший Про-плеер То есть Ну наш Про-плеер Старладер Какие-то турниры Возможно Какие-то другие Лиги Которые Возникали Либо Просто человек Который Готов К этому Подходить Как к работе 8 часов В день Сидеть И понимать Лигу легенд Учиться Играть Учиться И еще раз Учиться Потому что На западе Как раз Есть такие Примеры Когда Колор-комментатор Они нечастые Потому что Сейчас Колор-комментаторы Это в принципе Ну вот Посмотреть Взяли Джетто Довольно давно Дефишио Тоже Бывший Про-плеер Опять же Крепоту Там Тусям Возникает То есть Вот такие Примеры Бывших Про-плееров Они Сильно Радуют Меня Очень сильно И вот В СНГ Тоже Про-плеер Мне кажется Стоит найти Место Ну вот И так же Были примеры Естественно Сейчас не упомню Кто Колор-комментировал В первом-втором сезоне ЛЦС И в первом-втором сезоне Лиги легенд Когда нужно было Комментировать Вот эти вот Всякие Римхаки А там Комментировали люди Которые просто Подходили к этому Как к работе Они может быть Не так хорошо играли Не так хорошо Стихийно разбирались Но они поставили Это на поток Они поставили Это Какой-то процесс Они заставили себя Научиться этому И научились То есть Главное здесь желание И по сути Комментаторам В СНГ Учитывая уровень Нашей трансляции Именно уровень Профессионализма Чрезвычайно низкий То есть Здесь нечем учить Например Как в институте 5 лет Чтобы человек Стал профессионалом Каким-то Начинающим Молодым специалистом Но в принципе Профессионалом Который готов Идти работать Здесь нечем учить То есть Здесь только Как бы Практики получить И любой человек По сути Может для себя Что-то найти В комментаторстве И поэтому Меня всегда Очень удивляют Разговоры о том Что кадров нет Кадров Очень много Ну и в принципе Вот и весь ответ То есть Все что нужно Чтобы научиться Этому делу Это Захотеть Иметь какие-то Предрасположенности Хотя бы к чему-то Из перечисленного Вновь Это огромный Широкий спектр Предрасположенностей И все Приложить Капельку силу А кстати А ты не знаешь Каким образом Ищутся новые кадры На роль комментаторов Вот В других регионах На самом деле Не знаю То есть Скорее всего Естественно Это про игроки Которые подходят И честно говорят Что так и так Возможно Я пойду На пенсию Через год Будет ли у меня место У вас Дорогие райот Моя любимая компания Падаю вам В ноги Про Собственно Комментаторов Которые Проходят через Челленджер серию Работали на радио Возможно Которые Просто Не знаю Были Стендаперами У себя В городке Может быть Ютуберами Ну Мало ли Какие они Такие источники Они Считают Как бы это сказать Не считают Важными Не важными А востребованные То есть Такие источники Они Рассматривают Как Реальность Откуда можно взять Вот материалы И они Пропускают Всех То есть Разработку Берут И соответственно Смотрят Кто на что Гораз Кого можно Оставить Кого Можно Попросить Уйти И это Классный подход Честно скажу Вот как я себе Его представляю Опять же Это все Субъективно Крайне Не претендую На объективность Не претендую На все знания Это то Как я вижу По таким Ну По таким Вещам Как Объявления На сайте райотов То что я видел Слышал Собственно Трансляция То что я вижу Какие комментаторы Приходят Откуда они приходят Это Очень клевый процесс Это тот процесс Которого В основном Нет в принципе Он был В первых Двух сезонах Лига Легенд Когда Лолгейм И Эмпайр ТВ Тогда еще Стороги Чевчея Набирали Молодых Клевых Ребят Стримером Даже Какая-то Группа была Аббревиатурное Название Опять же Давно не помню И там был Как раз Верту Там был Еще кто-то Может быть Даже Нет Там Найтед А Верту Гибиппрокс Вот эти вот Ребята Которые Впоследствии Стали Комментаторами Они даже Светились На парче И вот Тогда это было Почему-то Когда пришли Русские Риоты Этого не стало Это странно Но Я не думаю Что это из-за Русских Риотов Думаю Что просто Так сложилось У нас У нас Сейчас Этого Нет Поэтому Рынок Комментаторов Если так Можно Назвать У нас Пустой У нас Нет Комментаторов Кто-то Забанил Как я И Каутон То есть Персон Новград Хотя Я не знаю Про Каутона Но Вроде Опять же Кенезис На стриме Говорил Что Каутон Тоже Персон Новград Кто-то Уже Где-то Имеет Какую-то Занятость Например Nightend Который Комментировал Магия Студия А сейчас Он вообще Типа Помощник Менеджера Унаби А кто-то Уже На Старладере И все Пустой Нет Комментаторов На самом деле Можно найти Никто этим Не занимается Ну а кстати А как тебе Допустим В роли Аналитика Как я помню На Чемпионате Мира На Старладере Поступал Стажер Как ты В целом Оцениваешь его работу Честно сказать Я был поражен Аналитическими Способностями Стажера Еще Во времена Второго сезона Когда случайно По какой-то причине Пошел с ним в дом Или это третий Ну в общем Это давно Он очень классно Рассказывал мне Те аспекты игры Которые я Понимал Чисто стихийно То есть Понимал Какой-то подкоркой Вот всем своим Естеством Я понимал Зачем мы так делали Но он Просто ненавязчиво В скайпе сидел И рассказывал мне Почему я это понимаю И С того времени Когда я даже не представлял Что стажер Кто он Что он На что он способен Как он играет Я Того еще времени Понял Что этот человек Он в принципе Если захочет Будет очень классным Аналитиком Или очень классным Тренером И как индивидуальным Там вот эти все Школы скилла И же с ними Так и тренером Для команды Поэтому я Могу сказать Только положительно Стажере Я могу сказать Что у него Хорошо получается Видно что Не хватает Практики какой-то Но опять же И у меня не хватало Практики И у всех не хватает Практики изначально То есть нужно работать Год-полтора-два Чтобы про тебя сказали Да у него есть Классная практика Комментирования И год-полтора-два Каждый день Каждый день Практически Заниматься чем-то Похожим на Комментирование Приготовление К трансляции Так что вот Стажер Классный аналитик И единственное Что он еще Как бы у меня Не то что по секрету Но лично говорил Что хочет отказаться Постепенно От игры Самой Ну Позиции проигрока И пойти Чем-то около Лиги легенд Заниматься Как раз тренер Комментатор И так далее Но пока Он этого не делает Пока что У него Раз позиция сменилась Там на джангл Насколько я слышал Не слежу за этим Но так Чуть-чуть Я практически слышу Ну да Он в лесники ушел В хард рандом Значит Его карьера Так сказать Просто свернула И она переродилась Потому что Я думаю Что хороших лесников У нас в СЛГ Очень мало Тоже По наблюдениям Вот таких прям Топчик Те же Та же команда стажера Когда он был в составе С Flash and Night Да и Руидом Она страдала От того что Лесников менять Находить Как-то все Неприятно И тоже Опять же Лично При личном общении Многие жаловались Что вот такой вот ресник Что вот Лучше не нашли Поэтому карьера стажера Не прерывается Даже близко Как он Что-то хотел Может быть Он был в какой-то депрессии Или умрал того Она скорее Перезагружается И удачи ему Возможно потом Через несколько лет Он Вернется Как комментатор Как аналитик Я думаю Ему будут только рады Потому что судя по его стримам Судя по тому Как ребята В комьюнче Легер Гентос Принимают его Ему рады многие И очень мало кто не рад И вот этим вопросом Про стажера Я так тебя Подвел плавно К обсуждению В целом Уровня нашей СНГ-сцены В игровом плане Вот Мне интересно Спросить тебя Как у человека Который В принципе Видел Зарождение нашей сцены И вот видит сейчас То Какого уровня Она достигла Спросить у тебя Как ты оцениваешь В целом Тот прогресс Который Вот сейчас Достигла Нашей сцены То есть Ты его вообще видишь И Какие ты перспективы Видишь у нашей У СНГ Вообще Вопрос очень сложный Первое Что созрело в голове Громогласно Заявить его Нет Но сейчас Я разжугиваю Почему я так думаю Вернее Почему я так думаю Но это неправильно Дело в том Что Лига Легенд Игра меняющаяся Постоянно Я об этом уже говорил И Здесь как гонка То есть Прогресс Он должен быть Не только Скажем так С точки до точки Прогресс Это должно быть Ускорение То есть Ты адаптируешься К игре Но ты ускоряешь Своё адаптирование Ты ускоряешь Своё понимание метод Ты ускоряешь Своё наращивание Механического Умения Потому что Оно происходит Тоже у всех регионов У всех игроков Мы все играем В эту игру И Становимся лучше Кто-то быстрее Кто-то медленнее Так вот Мне кажется В нашем регионе Оно пошло Даже медленнее Во втором сезоне Были составы Вернее Состав был White Lotus Под предводительством Думечи С Flash and Night С Тажёром Дейруином Микросплитом И соответственно Думечи В лесу Это был состав Который Топовые европейские Коллективы Сражались Выигрывали часто Но также часто И проигрывали То есть Это как бы Было М5 номер 2 Ну или Гамбиты Кому как ближе То есть вот тот самый состав Он мог пройти дальше У него не было Совершенно финансирования Думечи сломался Под грузом Отсутствие денег В принципе Он уже тоже подрос Родители его уже Может быть прекратили Поддерживать Или что-то ещё Случилось Я не знаю Но этот коллектив Он был Вот как Надежда Как вот Мечта Ещё один СМГ коллектив Который полетит И сражаться За титулы В других регионах Который покажет Что у нас Не только стартанули 5 ребят Но 10 То есть это было круто На самом деле круто Сейчас конечно Мне могут сказать Ну 50 Вот в Лос-Анджелес Поехали Наши парни Они там Кира убил фейкера Всё круто было Крутые СМГ топчик Это фан-турнир Ребята Это турнир Просто типа Показуха Ну реально Там не сражались За титул Там не сражались За большие деньги Туда приехали Просто Отдохнуть От души Показать себя И я бы Если был Кем-то крутым Крутым киберспортсменом Я приезжал В турнир Где в принципе Не за что сражаться А здесь Молодой регион Который только Начинает свой путь Который еще не видел Даже десятой части Тех денег Которые видел я Он сражается Против меня Он выступает Я бы поддался Чуть-чуть Просто чтобы Дать ребятам Надежду Как-то их Замотивировать Как-то Внушить им Что вы можете Вы тоже можете Но это мои тоже мысли В который раз Не претендую на объективность Всё объективно Я считаю Что здесь был Такой эффект тоже Ну вот Какой СНГ К нам приехала Мы с проект Не поиграем Даже дадим им Чуть-чуть Поблажки Не будем сильно потеть Естественно Команды Здесь даже Думаю Ни у кого нету Сомнений Что команда Может очень сильно Напрячься Очень сильно Напрячься Не допускать Практически ни одной ошибки И играть на пике Своих возможностей А может фривольно Расслабиться И откатать игру Всё равно выиграть Но Подотпустить её Чуть-чуть Это естественно Может любая команда Сделать Зависит от настроя Поэтому я считаю Что второй сезон Когда у нас были Коллективы Ну как раз Стартанул коллектив М5 Который был Эмпайр Который стал Гамбитами И на подходе White Lotus Которые тоже Поучаствовали В Ихен Киев Ну Это больше связано С тем Что это был Как бы родной коллектив Но он Был не в том составе Потом White Lotus Конечно Когда стали Именно Думеча Дейруин Микроспит Флэшн Найт Стажёр Это было Золотое время Для Лиги Легенд Что ли Русской Никто Практически О них не слышал Там Какие-то стримы Всё такое Но не было Централизовано Ещё Вот такое Как у нас Куча групп Крутых С кучей Кучей Подписчиков Я даже не знал Не знаю Откуда они взялись Если в регулиген паук В России Столько вообще Не играют людей Ну В любом случае Тогда Особо Никто не знал Об успехах White Lotus Но Я как Какой-то фанат Не знаю Друг фанат Наблюдал за ними И мне нравилось Почти победить Фнатиков В Квалифайере На очередной ЕМ Китайский Фнатиком Фнатики там Как это говорится Замошнили То есть Что-то там Пауза им не понравилось И в итоге Дисквалифицировали White Lotus В ту мячу Порвало Из-за этого Естественно Разбивать мимов Раз за разом И мы тогда Были очень сильная Команда Не стоит смеяться Потому что Я понимаю Там У мимов Не удалось В ЛЦС Сама организация Заработала себе Крайне дурную Характеристику Но Тем не менее Тогда это было круто А сейчас Ну Мы сражаемся Друг против друга Наш регион Запад И я говорю Не я с кем Сражаюсь А команды русские Сражаются Друг против друга Регион наш Практически Полностью замкнут Как биосфера Такая своя Иногда Наши команды Едут За границу Вот как сейчас Поехали туда Поехали сюда Классно все Топчик Ничего не скажу плохого Но в целом Это конечно же Старладдер Старсерия Виды друг против друга И здесь Мало роста Ребят Здесь как раз Замедление развития Я Ни в коем случае Не хочу Как-то Применьшать Достижение Того же Рикрита Который взял Топ-1 Веста Сейчас Хоть оно И в межсезонье Это все равно Топ-1 Веста Это все равно Очень круто Я не хочу Применьшать Достижение Того же Стажера Который В Чалике Веселый сезон Практически Мастер Понятное дело Мастер Чалик Это Высокий мастер Вначале Практически Тем не менее Я не хочу Применьшать И Есть круто Играющие люди Но в целом Уровень региона Он Именно страдает Из-за того Что мы Зациклены Сами на себе Мы не сражаемся Против лучших Мы сражаемся Просто против Чуть более Хороших В этом проблема Если бы нам Регион Закинули Каких-нибудь Две команды Хорошие Европейские Хотя бы Из Челленджер Серии Мы бы поварились С ними годик И либо Все вообще Распалось Потому что Люди бы не видели Призовых Призовых Забирали бы Две европейские команды Либо Не распалось И Регион научился бы Играть на уровне Челленджер серии Европейской Пока что Я думаю Что мы намного слабее А ты не считаешь Что В Ну вот В таком вот Упадке СНГ сцене Ну конечно Не упадке Но в принципе В низком уровне СНГ сцены Во многом Виноваты Райот Со своей политикой Вот именно Изоляции Регионов Со своим Запретом Командам Допустим ЛКС И прочего Ездить на Небольшие турниры Тем самым Вот именно Создавая Эту изоляцию И Получается Что во многом Именно Райот Должны работать Над тем Чтобы СНГ сцена Поднялась Иначе Без их поддержки Этого не выйдет Вот ты согласен С таким мнением? Пожалуй Согласен Ну естественно Это звучит На уровне Там Моська на слона Лает То есть Кто я такой Кто такие райоты Мое мнение Ничего не значит Абсолютно Но тем не менее Я согласен Что у райотов Вот политика Закрытых регионов Ладно Ее еще можно понять Если она диктуется Главным офисом Если здесь просто Железное правило Закрытые регионы Должны сами по себе Вытвориться Как Несколько Там Не знаю Кастрюль И в них Должны вот игроки Набираться таланта Внутреннего Набираться собственной метой И только потом Выходить на Международный уровень Время от времени Ладно Эту политику Еще можно понять Туда-сюда Она конечно Очень странная Но окей К ней уже все привыкли По-моему даже Когда-то давно На нее Очень много игрок Угорело Потому что Наши команды Еще тогда Могли похвастаться Таким уровнем Что они выбивались Вот Де-факто Они выбивались На квалифайеры И даже могли выигрывать Эти квалифайеры В челленджер серию Но Их просто Обрывали Потому что Ни у кого из игроков Не было разрешения На работу в Германии Которые требуются Для того Чтобы играть Челленджер серии И соответственно Не тот регион Ребята Простите Выйдет за лесом Многие горели Из-за этого Но окей Все привыкли Мне непонятна Чуть-чуть Именно политика Русских райтов В плане Развития Нашего региона То есть У нас Развивается Чудесное явление Такое Многие игроки Играют Все-таки Лучше Чем Молодая Кровь Которая Приходит Из Про-серии Которая Туда Может попала Из студенческих Гильдий Пока что Студенческие Гильдии Тоже Проект Я не знаю Может быть Котик Или полтора Он не принес Ничего положительного В плане Скилловых Скилловых Игроков Он Разумеется Какие-то Средства Отъедает Уриотов Может быть Даже И маленькие Судя по тому Рассылали Эти физические Носители С Лигой Регенд В руки По 5 По 10 Штук Чтобы их Раздавали Везде Ну В общем Реклама Как могут Но Мне непонятно Почему Окей Начну с другого Как по моему мнению М5 Копиты Вышли В люди Почему Они Взлетели Очень простой Ответ Коротко Лаконично Деньги Была организация Тот самый Дмитрий Который Смелый Или как там Его Да Смелый Да Да Он давал Денежку Люди Сидели И прям Вот можно было 14 часов в день Играть Тренироваться Класс Родителям Сказал Я на работе В вузик Не пошел Потому что Перед тобой Будущее Все 14 часов в день Тренировки Жесткие Хардворк Дедикейшн Как очень любят Говорить В Лошенг Найт И взлетаешь Сейчас К сожалению Ну просто Даже если ты Выигрываешь Каждый Старладер Тебе может Не хватить денег На Там Жизнь В Москве Если ты уже Не у родителей Живешь Даже если ты Каждый Старладер Снимаешь Первое место Зарплаты От организации У нас Вообще Что-то мифическое И когда я пытался Узнавать Там Куча сведений Что вообще Ничего не платят Там Какие-то Цифры на уровне 5, 6, 7, 8 тысяч Рублей В месяц У кого-то Кто-то Хвастался Аж 15 Ну и Вот честно Это цифры С которых Ну не знаю Плакать хочется Или смеяться Я даже не уверен То есть Люди Я не говорю о себе Не хочу на самом деле В этом ввязываться Но как я представляю себе Мне очень становится Вот так Чуть-чуть Не очень Но чуть-чуть Жалко Наших русских Киберспортсменов Регигент Люди Хотели бы По идее Полностью Абстрагироваться От реальности И посвятить Пару лет своей жизни Такому интересному Полностью То есть Хорошо зарабатывать На этом Купить себе Хорошего железа Сидеть на Какой-то квартире Кушать еду И Делать В общем-то Киберспорт Делать это шоу Помогать Риотам делать Потому что Игроки Это неотъемлемая часть Но У нас нет Еще похожего На ЛЦС Дотации На зарплаты От Риотов То есть Риоты платят На ЛЦС Деньги командам С Ну С документально Естественно Обисанными Обязательствами Эти деньги Потратить Какой-то пропорции На зарплаты игрокам И какой-то пропорции На их уровень жизни То есть Какой-то Может быть Гейминг хаос И так далее В России Естественно Ничего такого нет Когда к нам Риоты приезжали Когда я работала На Старладере И про это Зашла речь Риоты там Мягко с этой темы Съезжали Что нет Не будет такого И в целом Проблема Вот именно Такого рода То есть У нас Политика внутренняя Направлена На какую-то Ну На мой взгляд Ненужную ерунду Которая даже Рекламная акция Себя не оправдывает То есть Эти студенческие гильдии Эти физические носители Есть Лига Легенд DVD диски Какие-то там Двадцатистраничное Руководство По игре Понятно Что это какой-то Там Васька Пойдем играть В Лигу Легенд Что это такое А вот на тебе Вот Бокс Прочитай И пойдем играть Понятно Что Сколько-то человек Это привлечет Но это даже Не массивные Рекламные акции Это не Какой-нибудь Вард Тандер Который Я даже По телевизору Видел рекламу Ничего подобного То есть Какие-то Супер Рекламные акции И вот То же самое Могу сказать Про Сонопати Ну тусовки Это конечно Крутно Пуститься Все любят Это весело На них тоже Денежка тратится И как и на Зубейские гильдии Как и еще на какие-то Вот подобные Ивенты От Riot Games А На наших Про Игроков Не тратится И типа Они такие сидят И не понимают Наверное Почему так Ведь Одних требуют Представлять страну На международных Состязаниях Одних требуют Играть на Старладере Жестких Довольно Рекламентов Которые требуют От них Немалых усилий И каких-то Жертв Вечным Целонным Временем Вузами Работой И так далее От них довольно Много требуется На самом деле И здесь Вот как раз Все Что я говорил Это ответ на вопрос Виновата ли Riot Хотя бы косвенно В том Что регион Так медленно Развивается Мне кажется Да Потому что Посади сейчас Там 8 Или сколько Команд на Старладере Посади В Gaming House Понимаю В России Очень дорого И не все Согласны Но тем не менее Гипотетически Посади В Gaming House Дай им На покушать И предложи Ну и желающим Конечно Предположим Тоже для нашего Мысленного эксперимента Гипотетического Предложи им Кот Заняться Лигой Регенд Фулл тайм За полное обеспечение Тебе ни о чем Надо беспокоиться Играй Наши таланты Бы Рпали Очень многих Мы бы были Сильным регионом Реально сильным Реально крутым И я бы Своими стримерскими Навыками игры Я бы уже не говорил Что вот там Со Старландера Пацан играет плохо Непонятно Почему он ко мне В силуку попался Я бы тоже Смотрел на них И завидовал Их скилу Их положению Тому что они Занимаются любимым делом Фулл тайм И они могут себе Это позволить И они реально крутые И они Вот класс вообще Было бы круто А то что сейчас есть Это мне кажется Слегка упор не на то То есть Ну какая-то рекламная Компания клевая Реклама Или интеллигент В принципе в России мало Если сравнивать С другими онлайн играми Которые хоть как-то Рекламируют у нас Повсидневно Те же танки Очень много рекламы Даже Не знаю Недавно мимо Бургер Кинга Проходил Бургер для танкистов Бургер Тэнкс Я офигел Вот это реклама Где бургер Для Лига Флэджерс Игроков Нету Потому что реклама У нас в России Вот такой жесткий Навязчивый Чтобы цапнуть аудиторию Нету Но это полбиды А то что Про-плееры Страдают И у них элементарно Зарплаты человеческих нет Вот это огромная проблема Которую риоты Могли бы решить Но Почему-то Нет Не решают Ну сейчас видно Что они просто стараются Ну Хоть и довольно вяло Привлечь просто новых людей В лоу То есть не сделать Новых киберспортсменов А сделать просто новые Так скажем Объекты Для доната Но Тем не менее Уже Я сам слышал Вот допустим От менеджеров команд российских Что планируется Сами райтами Вести все-таки ЛКС в России Вот ты как думаешь Это сильно поправит ситуацию Или же Ну Просто пойми правильно Вот к примеру Вот Все эти массовые истории Про Продажу слотов И Как я общался С тем же Менеджером Гамбит Который говорил банально Что Команда в Лиге Легенд Пусть даже профессиональная Пусть даже Которая играет на ЛКС Она имеет Слишком большой Временной промежуток Который она не играет То есть она неинтересна Спонсорам В этом плане становится И вот Отсюда вытекают Два вопроса Первый Поможет ли Введение ЛКС В России Тому Чтобы сцена Быстрее прогрессировала По твоему мнению И второе Считаешь ли ты Что Райот Нужно Изменить Свою политику В плане Позволения Играть командам На других турнирах Так как это может Ну Возможно Привести все-таки К большому упадку В будущем Самой Лиги Легенд Мне кажется Позиция райтов О Таком Локе Ну это вторая часть вопроса То есть о запрете Играть на других турнирах Она довольно правильная Другое дело Что райты Конечно не доглядели Тот момент Что Ивентов-то Зимой нету ЛЦСа нету И команда Действительно неинтересна То есть Райтов бы Проводить Там не знаю Три сплита Или четыре Даже сплита ЛЦСа Понятно Что это затратно Это слишком Жирно Либо проводить Какие-то Определенные Более частые Ивенты В это время То есть Мне кажется Здесь с другой стороны Просто нужно подойти К вопросу Типа Было довольно грязно Когда ЛЦС команды Топовые команды Участвовали На каждом турнире За тысячу долларов Они просто Уносили приз И все Для амактеров Не оставалось Ничего Абсолютно Это просто Душило амактер сцену Потом ЛЦС командам Запретили это делать И вот амактер сцена Какая-никакая В Европе В Америке Она возникла И Насколько я посмотрел Довольно хорошие Какие-то Региональные В плане стран Турнирчики Кап В Великобритании Кап В Испании Что-то такое Я видел Слышал И это довольно круто Для сцены Для развития легион То есть на мой взгляд Проблема не в том Что игрокам Нельзя играть На других турнирах Проблема именно в том Что Риоты Запретили Но не подумали А что команды Чем они будут Интересны зрителям И спонсорам Вне Вот этого временного Примежутка ЛЦСа Плюс Ворлдсов Плюс может быть Одного или двух Старсов Каких-нибудь Которые проходят То есть Нужно Придумывать что-то еще На мой взгляд Хотя это еще Больше В большем масштабе Моська на слонах Потому что Ты уже на Западных райетах И типа Подсказывать им Что делать Глуповато Я думаю Они прекрасно Понимают эту проблему Я думаю Прекрасно Просто Решение Слишком Сложное И слишком Комплексное Чтобы вот так Просто на стол Выкатить Закинуть туда денег И все заработало Комплексное решение Требует Каких-то Каких-то Сроков Ну и первая часть Вопроса Если не ошибаюсь Она Состояла Слушай А ты не можешь повторить Как-то разговаривался А Касательно того Что поможет Создание ЛКС Спроси То Что Конечно Совершенно Вылетело из головы Прости Пожалуйста Так вот По поводу Русского Я думаю Да Понимаешь У нас В СНГ В Лиге легенд По крайней мере Весь киберспорт Он выглядит Как будто К трубу Ну практически К такому человеку В овощном состоянии Трубки всякие Подключили Там Искусственное дыхание Вот это все И он Вот на таком Жизнеобеспечении Еле дышит Еле живет И нам нужны Эти трубки Нам нужно пока что Чтобы нас Как-то Райты Типа Устроили ЛЦС в России Они устроили Интерес Спонсоров Чтобы Спонсоры Обернулись И посмотрели О В России Тоже Киберспорт И вот это Самая легенд О которой Мы столько слышали Она и в России Есть Круто И чтобы Таких организаций Было больше И чтобы Игроки Опять же Становились Крутыми Чтобы они Выезжали на Международные Какие-то Ивенты Чаще Как можно чаще Чтобы это было возможно Чтобы побеждали Другие маленькие Регионы И для этого Риотам нужно Очень много Потратить На наши регионы В том числе Сил В том числе Денег То есть Если это будет Наш русский ЛЦС С дотациями На зарплаты Игроков Если игроки Будут чувствовать себя Уверенно И в безопасности Играя на Этого ЛЦС И часть своей жизни Пару лет Три-четыре года Своей жизни Отдавая Этому Полностью Если они себя Будут чувствовать Хорошо То это пойдет Просто Я не могу Даже выразить словами Насколько На пользу Это будет Просто божественно Для нашего региона Это даст Огромные плоды Это даст Замечательные плоды В итоге Слушай Но вместе с тем Допустим Другие регионы Где есть Ну так скажем ЛКС То есть Бразилия Или Турция То есть Они имеют Довольно неплохой Уровень команд Уровень развитости Инфраструктуры У них там есть деньги Но тем не менее Каждый Чемпионат мира Куда они приезжают То есть Команды Прошедшие В ауткарт Они Ну если не всегда То очень часто Они проигрывают Просто в ноль Другим коллективам И вот Лично я Не вижу Пока что Каких-то Предпосылок Тому Чтобы вот Эти регионы Как-то Смогли Зажить Новой жизнью Так скажем И наконец-то Стать хоть как-то Конкурентоспособными Верно Абсолютно согласен Я понял твой вопрос Чем наш регион Лучше Правильно? Мне кажется Наш регион Имеет намного Выгодное Положение Географическое Элементарное Все закаленные Старые игроки На Старладере Сейчас Это бест игроки Там практически Нет людей Которые начинали С фруссервера Но при этом Если ты живешь В Бразилии Тебе просто Негде играть было До недавнего времени До бразильского сервера До латиноамериканского Какого-то сервера Тебе негде было Играть толком И негде Получать Тот самый Скил От игроков Высокого уровня Ну и для кого Не секрет Что игрок Например На Руси В Турции Который Там так сказать Родился То есть там Зарегистрировался Там вырос Докачался Пошел в Браткеты Только там играл Взял себе Челленджер Он может Трансфернуться На сильный регион То есть Вест Америка Корея Китай То есть Сильный регион Хоп Трансфернулся И Офигеть Какой Разрыв между ним И Между даже Даймонд-1 Игроками Не в его пользу Вот в чем проблема И на мой взгляд Наш регион Здесь На голову выше Потому что У нас есть Топ-1 Веста У нас есть Чалики И мастера У нас есть Дядь Пацаны И у нас есть Ребята Которые там В прошлом брали Высокие рейтинги Это все у нас Это не в Турции Это не в Бразилии Нет Разумеется Наверное Турецкий игрок Там тоже есть Чалиф Какой-то Топ-10 Топ-15 Веста Но я считаю Что Попробовать стоит Потому что Такое расположение Такая история Связанная с Лигой легенд В нашем регионе Что наши ребята Они Практически Вестовские Если бы не это Ограничение по регионам Я бы уверен Что Много наших ребят Играли на Челленджер серии Сейчас Прямо сейчас Если бы не было Ограничений В принципе Всякие стажеры И крит Они бы играли В Челленджер серии И рвались В ЛЦС Без проблем Но ограничения есть Поэтому Проблемка Ну и С другой стороны У Бразилии И Турции Конечно Тоже есть Определенная Фора В Бразилии Очень быстро Раскрутилась Лига легенд Я не знаю Я бы Честно Если бы Мое желание Какое-то Можно было Исполнить Я бы Просто пожелал Чтобы бразильские Бразильские Риоты Научили всему Что знают Русских Риотов В плане Рекламных Акций Раскрутки Как вырвать Аудиторию Как что сделать Потому что В Бразилии Невероятно Много фанатов Это все Невероятно Развито И даже По стримам Можно заметить На том же Твиче И я на самом деле Не знаю Какие платформы Стримуют Бразильские Ребята Но на Твиче Я видел Бразильский стрим 15-16 тысяч Человек Онлайн СНК Такое Даже не снится Для просто Стрима Человека Который играет Солоку Даже если он Местный киберспортсмен Стрим Стажера Сегодня 600 человек Там стрим Я не знаю Кто это был Из какой команды 15-16 тысяч Ну и Естественно Вижу Частенько 5-6 тысяч Онлайна И это просто Показатель по стримам В Турции тоже Когда Лига Легенд Только начинала Развиваться Туда пригласили СКТ Команду Они играли Шоу-матчи Со всеми желающими С кастерами С какими-то местными Проигроками То есть в Турции Тоже сразу Ухватились Крепко И поняли Что Чтобы делать Большие деньги Здесь Нужно эти большие деньги Сначала вложить И раскрутить Как следует В Турции тоже Теперь И у игроков Сейчас зарплаты Внушительные Которые Нам не снились Опять же Как региону И Ивенты тоже Очень внушительные То есть в Турции Все круто У нас Ничего не круто То есть у нас И уровень игры Сейчас не крутой И в плане Денег Который заработает Здесь может человек Играя в регион То все не круто А ведь Сколько он может заработать Это прямо пропорционально Тому старанию Которое он будет Вкладывать До определенного уровня Есть такая Такая мысль Что Если человек Видит перед собой Цифру в 10 тысяч рублей Он будет стараться На столько И свои 20 На столько Если 100 То уже по максимуму Ну скажем Для парня Который учится в Грузии Это очень хорошие деньги Если он видит там Больше 100 Уже он не будет добавлять Больше старания Потому что Ну в принципе Он не знает Куда деньги тратить То есть какой-то Какой-то уровень жизни Он должен достигнуть Чтобы отдавать себя На 100% И я про это скажу Уже наверное Кода 2 Меня естественно Никто не слушает Из-за моей репутации Подпорченной Мягко говоря Но мне кажется Это умная мысль То есть у нас ничего нет Так дайте нам Хоть что-то Дайте игрокам Хоть что-то У нас нет Ни популярности игры Ни допуска В другие регионы Ни крутых спонсоров Ни крутой поддержки От района Ну хотя бы что-то Одно из этого И было бы уже Намного лучше И у наших игроков Нет возможности Как у европейцев Уйти к примеру Из вуза взять перерыв Или в армию Они не ходят Как наши Да Армия тоже проблемка Хотя от армии Там вот Дейруин Например Как-то Мазался Я уж не знаю как Ну естественно Все понимают Примерные процессы Как это происходит И в целом Да с этим Ну с этим мне кажется Можно там что-то Как-то делать Что-то туда-сюда Причем многие Каким в Лигу Легенд Сходили в армию Служили Вернулись Там Снова начали Абать себе Элла Почему бы и нет Но тут тоже Проблема Конечно Конечно У нас Мало кто берет Академ Даже чтобы поиграть В Лигу Легенд Это просто звучит Нелепо Боже мой Брать Академ Чтобы поиграть Гот в Лигу Легенд Но на самом деле Мы понимаем Как фанаты киберспорта Что это Совсем не нелепо Это как раз Очень лепо Как В Масе Так вот Это как раз Очень даже Обоснованно Прекратить Учиться Чтобы вложить Свои силы В какой-то Экспириенс Это даже не Карьера Это просто Опыт Жизненный Который позволит тебе Может быть Накопить денег А может быть Просто накопить Эмоций И приятных Каких-то Воспоминаний Но это нормально Приставать учиться Отложить в сторону Свою карьеру Будущую И пожить сейчас В таком интересном И классном мире Очень бы хотелось Чтобы люди Могли это делать Честно Я бы даже Я не стал бы этим заниматься Потому что Уже как-то Испорчено впечатление Но с другой стороны Я смотрю На людей Которые даже На стриме Спрашивают А вот как Что им надо сделать Чтобы быть Может быть Когда-нибудь Играть на Старладере Быть крутым Гераспортсменом Как научиться играть Как найти команду Мне бы хотелось Чтобы у них было Клевое Светлое будущее В СНГ Как у любого Из европейских Про-геймеров Чтобы они Могли отдаться Этому полностью Могли Утолить Жажду свою Играть в Лигу Легенд И выигрывать Без проблем В конце концов Сейчас игра В Лигу Легенд На про-уровне В России Это довольно Рискованная затея Да Очень рискованная По сути Можно Ну АТР К примеру Кстати Я думаю Что Да он говорил Это во всеуслышание То есть на стримах Не только Мне Я всего лично У АТР Были огромные проблемы И у Саети Сейши Я не знаю Как его лучше Произносить Он требует Чтобы Сейши Но я вижу Что он пишет Саети Я поэтому Я позвожу Саети У него тоже Были огромные Задолженности В квартире У АТР Тоже Что-то там С квартирой Что-то с работой И в итоге Люди шли выигрывать Старладер Просто потому Что у них нет денег Они потом Очень долго ждали Этих денег Тоже было Некрасиво И в итоге За про-плееров Было дико обидно Рискованно Конечно Играть Ну и кстати Довольно интересно Что Лично мне кажется Что канал Дважды два Свои трансляции Чемпионата мира По Лолу В России Сделала Для рекламы Самой лиги Больше чем Российский рай Это ну так Мысли вслух Да При этом Их трансляция Была по-моему Полным фиаско Полным абсолютно Начиная от Времени Когда она была проведена То есть Это сквозной эфир Через Чуть ли не Там 12 часов После начала После конца Трансляции В интернете Это всего лишь Две или три игры По-моему Даже две Но я могу ошибаться Может быть три Из Блок пять Полного Насколько помню Но опять же Могу ошибаться Это какие-то Очень странные Полуперевод Полукомментирование Плюс комментирование Старладера То есть Есть к чему Вот у меня Очень много претензий Даже Не то, что есть К чему прицепиться У меня очень много претензий Но Это все Не важно Это было Это было На телевидении Это увидели люди Хотелось бы Конечно Чтобы перед ними Сначала Какая-нибудь девочка Там не знаю Или мальчик Рассказали Что сейчас будет Что это Киберспорт Что это модно Стильно Молодежно Смотрите Не переключайтесь Вы сейчас увидите Новое влияние В мире Спортивном Очень круто Очень классно И комментаторы То есть Кто-то со Старладера Возможно В более Мягком Стиле Прокомментировал Это для широкой аудитории Как нуб стрима Для интернешнл Это было бы Очень здорово Но Типа Конечно Отличный Враг хорошего Но Было хорошо Было не отлично Но было хорошо Действительно Это была реклама Лиги Ригент Прямо реклама С большой буквы Как я ее вижу Когда я приводил Пример Танкобургер Бургер Кинг Или какие-то рекламы Целевидению Я имел именно В виду это В Ригигент Очень мало В России Вот именно таких Рекламных акций Которые Русские раи Почему-то Тупо не устраивают Не хотят Хотя По сути Простора Для мышления Очень много И судя по Тем же Сонопати Или Суденческим гильдиям День актов Пролю тоже Немало У Русских риот Но Такая рекламная акция Была пока что Только одна Такая массовая Звонкая Крутая Ну В РЧ В Москве Не рассматривают Ребята Рекламные акции Туда пришли Те Кто уже Знали То есть Это была Именно такая Тусовка Для тех Кто в теме Туда съезжали Со всей страны Чтобы посмотреть На ЛЦС Чтобы посмотреть На Русских игроков В том числе Ну прежде Прежде всего ЛЦС Много И как-то За участие За участие Элитой Есть пара Первая Не знаю Судьба У него Рекомендатор Сначала Что это Происходит Но Вот оно Реальность И Даже Комментаторы Не так сильно Огорчают Конечно Есть недосчеты Они есть У всех И Есть Такое Мое Личное Отношение Но Я стараюсь Быть объективен И Я готов Сказать Что это лучший Вариант Сейчас Который Считаешь Вот В этом Уже Году Увидеть Там Нашу Команду Допустим На чемпионате Мира Либо Должно Пройти Там Год Два Чтобы Мы Увидели Какой-то Прогресс Я думаю Что должен Пройти Минимум Год Еще Зависит От того Какие В лиге Правила Я так и не нашел Возможных Я плохо искал Я не понял Когда команды Выбывают Из лиги За то Что занимают Нижнюю Позицию В сетке На мой взгляд Которые Могут Проигрывать Даже Простым Миксам В СНГ То есть Простым Людям Которые Собрались Подгонять Петером Не особо Тренируясь Не особо Слаженно Но Они Могут Проигрывать И Такие Команды Они Со временем Уйдут Естественно Первый Такой Цикл Когда Команды Будут Вылетать Из Лиги Он Покажет Нам Ага Вот эти Команды Были слабые Их место Заняли Сильные Люди И Здесь Опять же Возвращаясь К деньгам Возвращаясь К тому Какую мотивацию Получили игроки Сейчас В СНГ Даже не те Которые играют На этой лиге А все Все игроки Которые Чего-то стоят Они хотят Получить денежку Они хотят Заниматься Любимым делом За достойное Вознаграждение И они хотят Играть в этой лиге Я уже там Спрашивал Десяток Наверное Человек Warhunter Кстати Вернулся Постребил Я с ним поговорил Он в принципе Смотрит на это Как на очередную Возможность Он еще не уверен Но смотрит Такой мини-инсайт Я надеюсь Что Рома не обидится Думаю Ничего секретного В этом нет Просто как пример И естественно Через пару циклов В лиге будут играть Только сильнейшие Здесь уже естественный Отбор Где есть мотивация Для того Чтобы занимать Призовые места Чтобы занимать места В лиге В принципе Чтобы не опускаться В низ по таблице Команды должны играть лучше Команды будут играть лучше Слабые уйдут Сильнее придут И начнется реальное Наращивание СНГ силы Для того Чтобы другие Минор-регионы Как-то бороть Я думаю У нас это выйдет Без проблем Я уже говорил о том Что наш регион Он довольно крут У него довольно хорошая история Он сильная Наши игроки Могут хвастаться Господи Бонали Крит Топ-1 Веста Межсезонье То есть Какие-то титулы Такие чисто Солокушные Но они дают Силу региона То есть Они показывают Силу региона Они дают Ощутить Насколько Все-таки У нас есть Как это называется Пул таланта В нашем СНГ регионе И когда Останутся сильнейшие Команды Они будут твориться Играть против друга И будут изредка Выпускать На определенные Ивенты Чтобы Побороться За что-нибудь С другими Минорными Регионами И соответственно Как только мы Станем лучшими Среди минорных Уже можно будет Задумываться о том Чтобы приезжать на Борлсы Не только для того Чтобы проиграть 0-8 А взять победку Другую И это круто кстати Ну а вот Ты сейчас говорил О перспективе То есть появление Новых команд Новых составов Но сейчас мы уже имеем Что имеем То есть восемь Сформировавших составов В том числе И довольно сильных составов Выскажу свое мнение Это допустим Те же Хартрандом Либо Нави Вот Сейчас очень много Людей И просто И аналитиков Уже делают Какие-то свои прогнозы Вот Ты я думаю Уже Хотя бы вскользь Ознакомился Какие уже есть составы И вот Кого ты сейчас считаешь Определенно лидерами В грядущей борьбе Хартрандом Очень сильные Вот потенциально Они очень-очень сильная команда Но я видел пару игр Одну из которых Они проиграли Кстати практически В сухую Такое впечатление Что их стомпили И Какие-то проблемы У них присутствуют На мой взгляд Если они смогут Перевороть Все свои внутренние проблемы Если они смогут Найти новых идей Новых стратегий Если они не проиграют Эту гонку С метой О которой я тоже говорил ранее То на мой взгляд Они могут занимать Топ-1 без проблем Я за них даже Подтапливаю Потому что все-таки Стажер Стажер Классный парень Без проблем Он очень клево играет С ним очень прикольно Общаться Он яркий представитель Хорошего СНГ комьюнити И команда Дробаша Команда Дробовика Таурена Всю жизнь Сколько помню Начинал я знакомство С ними Играя В одной команде Затем наши пути разошлись И я топил за них И буду топить Всегда Классные ребята Скилловые Хорошие в общении Желаем только успехов Я думаю Что это будет Том-2 Хотя Кто знает В СНГ все возможно Сейчас Если следить за этой лигой Я уверен Будут такие перевороты И такие Внезапные победы И поражения Что просто ужас А вот ты сейчас назвал Топ-2 А вот топ-3 Ты бы кого отнес Может Робски Или Наверное Нави Поскольку у них Очень-очень сильные Импортные игроки Очень сильные Топпер Так себе Конечно Ну Типа Я опять же Не могу судить Он очень классный игрок Но он не показывает Пока что себя Возможно Сдумка команды Не дает Ему засиять А вот Мидер На мой взгляд Он очень сильный Он очень крутой Пару раз В каких-то древних сезонах Я его даже видел Кажется В Солокухе И так Водушевился Сейчас вспомню У них У них запоминающиеся В общем-то Поэтому без проблем Так что да Наверное Топ-3 Нави Возможно Нет Пока я не буду Думать Возможно Кто еще Поскольку Слишком мало знаю Про команды По перспективам Участвовали мало что происходит, потому что это была вроде как команда, прошедшая из Pro-серии, на которую никто никогда не ставил, никто никогда не смотрел, игроки там были такое, то есть совершенно рандомно можно было пройти первые два сезона из Pro-серии. И Лекс произвел впечатление, прям вот такое впечатление. Тоже, думаю, очень перспективный игрок. Правда, ничего не могу сказать, то есть, ну да, качественный саппорт, ну вот прям каких-то мега там, мега ажиотажей или историй за мной не водятся. И, пожалуй, все, то есть там, кто еще? Замечательное двое, я не знаю, поэтому тоже говорить не будет. Но только из-за двух игроков, вот насколько это важно, два игрока, и уже я готов сказать, что да, у команды есть потенциал, все, точка. Потому что эти два игрока, они сильные, они серьезно настроены играть и побеждать. И если так посмотреть на потенциальных конкурентов, кого им нужно будет вышибить из лиги, мне кажется, у них все довольно ярко угомит. Не смогут. И вот ты, пока мы с тобой обсуждали эти вопросы, уже упомянул о том, что в составе, по-моему, NAVI играет несколько довольно сильных зарубежных игроков. И вот мне интересно твое мнение по поводу того, что как тебе вот эта сама практика, то, что в нашу лигу стали приглашать игроков из-за рубежа. То есть, как считаешь, это положительное, будет иметь эффект или наоборот? Я считаю, это положительный эффект будет иметь. Потому что, опять же, больше мотивации тренироваться и становиться лучше. Вот, к примеру, абсолютно абстрактный пример. Живет в СНГ игрок Вася. Он берет себе челленджер, и он хочет играть, или скажем, берет себе мастер в салуку на вексте, и хочет играть в лсейли. Он ищет себе команду, и тут ему говорят, Вася, стой, а зачем мы должны взять тебя, если мы можем сейчас купить шведского, там, не знаю, какого-нибудь парня. Вот у него челленджер 900 поинтов, и он пойдет в нашу команду на такой же роли, как и ты. Зачем мы должны брать себя? С одной стороны, конечно, кажется, черт возьми, шведский парень займет работу Васи, и все будет плохо. А с другой стороны, для Васи это большая мотивация показать себя. Для Васи это большая мотивация стать еще более ценным элементом. Потому что, если он возьмет челленджер 900 по ТС, его с радостью возьмут в команду. Таким образом, можно будет другое слабое звено заткнуть, что ли, или заменить на импортного игрока. Его можно, два игрока или не из СНГ иметь в команде. Поэтому это огромная мотивация, СНГ игрокам становится лучше, вот именно лучше персонально. Это огромный элемент удивления, сюрприза, когда начнутся шафлы между командами, когда будут игроки переходить из одной организации в другую, или просто уходить и появятся новые. Опять же, куча мотивации, куча удивлений нас ждет. И вообще, это хорошая практика. Иначе мы бы скатывались в то, с чего начали на втором, кажется, сезоне Star Series. Мне было очень неприятно читать мысли команд, пары капитанов, которые говорили, зачем скримиться на Весте, ну, гонять Team Ranker на Весте. Если можно пойти Team Ranker и гонять на Ру-сервере, и играть только с СНГ командами, с которыми предстоит играть на Star Series. Ведь нам ничего не нужно, мы не хотим проигрывать с топовым вестовским командам. Вот это было ужасно. Никакого. То есть, хотели замкнуться сами в себе и абсолютно никак не вылезать из уютной СНГ конуры. А здесь команды наши заставляют вылезать из уютной СНГ конуры хоть чуть-чуть. Хотя бы в плане индивидуального скилла и индивидуальных вливаний одного-двух человек в команду. Здесь заставляют играть против мидера Na'Vi и всех остальных участников этой лиги. И это здорово. Я тоже считаю, что здесь ошибки никакой нет. Так, ну, наверное, последней темой, которую мы с тобой обсудим, это будет именно тема, ну, если ее так назвать несколькими словами, твое видение игры. Первый вопрос будет касаться именно твоей оценки Лиги Легенд, в том плане, что ты игрок, который уже на протяжении долгого времени играет в Лигу Легенд, то есть на протяжении, там, сколько, пяти сезонов выходит или шести уже? Ну, пять сезонов и бэк-тест, то есть практически там типа пять с половиной, я бы сказал. Ну вот, и мне интересно услышать твое мнение о том, как Лига Легенд в целом менялась, то есть нравится тебе то, чем сейчас вот стала Лига Легенд в плане вот самой игры, механики, чемпионов и вот прочего-прочего-прочего? Ну, Лига Легенд для кого не секрет, меняется в сторону меньшего сноффвола, одним игроком меньшего веса, одной роли в игре, чтобы меньше было вот этого, пришел топпер, всех убил и выиграл соло. Все еще остались такие аспекты в Лиге Легенд, только с каждым сезоном прямо ощутимо, в патчах не пишут, естественно, типа мы поменяли, сноффвола теперь меньше, но это ощущается по каким-то косвенным признакам, что ну, меньше, меньше вот этой вот, меньше правила. И это и правильно, и нет. Я бы не сказал, что Лига Легенд движется в каком-то совершенно ненужном направлении. Лига Легенд движется в вполне понятном направлении отказа от некомандной игры. Даже в Солокухе сейчас на высоком уровне, ну, на высоком элле, или хотя бы на среднем элле, можно понять, что ты без команды никто. Нельзя просто абстрагироваться, как раньше. Раньше были очень классные советы в первом-втором сезоне, типа забей на команду, тащи соло. Просто, там, кидай как хочешь команду, подставляй их, прорывай, главное, чтобы ты выкерил, и это работало. Сейчас такое уже работает все меньше и меньше, и, к примеру, у стажера, опять же, если вас помнить, у него честный подход к вещам. Он старается не так часто керить, как дать сыграть своей команде, дать ей пространство, чтобы кто-то закерил его. Ну, и роль такая, топ-лайн все-таки, но это здравый подход, который подчеркивает, что Лига Легенд пошла в направлении командной игры, в том числе и в Слорку. Мне не нравится, что, к примеру, запланирован новый Чемп Селект, то есть, когда ты выбираешь две роли и играешь только на них. Я считаю, что Слорку это было что-то очень уникальное и очень классное, и вот сейчас это очень уникальное и классное явление. Ты должен подстроиться, как-то скооперироваться с четырьмя незнакомцами, и в итоге вы как команда должны сыграть. Это все экспромтом, это все очень быстро вы должны сделать, быстро подстроиться, то есть, там, две минутки повыбирали героев, и каждый пошел на роль, которую хоть как-то осиливает, хоть как-то может играть. В этом плане Лига Легенд становится чуть более казуальной. Но в целом, игра особо не меняется. Хорошо это или плохо? Пожалуй, чуть-чуть плохо с технической стороны. Все давно ноют, что хотят новый клиент, чтобы где-то добавиться от кучи багов, от, там, восьми сотен мегабайт, которые кушают только само лобби, Лиги Легенд и таких вот вещей. Хотелось бы, но, опять же, анонсирован новый клиент, это классно. Пока что еще мимо нет, поэтому он анонсирован, но он был раньше анонсирован, посмотрим, сдерживает ли свое обещание Райт Гейнс на этот раз. Наверное, да. По самому геймплею все здорово. То есть, баланс качественный, честно. В межсезонье ворвалось, был дикий перевес в сторону Марксмана, дикий перевес в сторону Ботлейна, на котором, кстати, ликвид, который упоминался, наверняка взял не одну сотню поинтов в мастере. Теперь баланс в целом очень качественный, потому что играются огромное количество героев на Хайала, не видно вот прямо такого абьюза, какой был во всех сезонах. Я когда-то, ну, в определенный момент сезона всегда видел чистый абьюз героя. Это был Алистар Плесу во втором сезоне, это была АП Эгелина Мид в третьем, если не ошибаюсь. То есть, это были всякие Сижуани вот недавно, буквально, в начале этого сезона. Вот сейчас как раз мы подошли к такому моменту, когда баланс в Лиге Легенд очень качественно сделан. И он не вокруг какого-то одного героя, не вокруг какой-то одной роли. Иногда он дает сбой, но не очень сильно. И в целом я бы сказал, что как игра, как продукт в Лиге Легенд сейчас, если не на пике, то в очень хорошем положении. Она будет еще очень долго существовать и развиваться. И этот продукт можно еще продавать как бы людям в огромных количествах. То есть искать новых игроков, искать новую аудиторию во всех регионах абсолютно. Слушай, а вот если у тебя был бы шанс изменить всего одну вещь в Лиге Легенд? То есть вот одну любую ты меняешь? Вот что бы ты выбрал? Что бы ты поменял? Сложный вопрос. Я бы добавил в VoiceChat. И все. Потому что в SlackQ VoiceChat нужен. Просто необходим. Я понимаю, что начнется какой-то дичайший ад где-нибудь на Лоуэлла, особенно на Руссии. Я там был, я знаю, как там общаются. Но на Highland Весте очень часто ты понимаешь, что твоя команда уважает тебя и ты уважаешь ее. И VoiceChat бы здесь сыграл просто вот ту необходимую роль связующего звена, чтобы победить даже в сложной игре, где все линии страдают, где все играют из отставания. И тогда ты получил настоящее удовлетворение своей игрой. Если ты скооперировался со своими тиммейнами по VoiceChat бы перетерпели и выиграли. И это было бы просто божественно. Часто не хватает VoiceChat. Надо его сделать доступным где-то с платин с даймондом и будет шикарно, мне кажется. Это тоже очень хорошая идея, которая также и снизит нагрузки на сервера, если авиоты боятся этого. То есть просто хочешь VoiceChat возьми даймонд 5, пожалуйста. Там будет меньше флейма, там будет меньше каких-то стрессов совсем диких, которые присутствуют на Лоуэлла. Здравая мысль. Ты рассуждал не так давно о игроках, которые пишут тебе на стримах просьбой какой-то совет дать. Поэтому мне интересно, что бы ты мог посоветовать начинающим игрокам, которые хотят что-то добиться, у них что-то не получается, они там сидят долго в сильвере, в бронзе. Вот можешь сказать, что бы ты им посоветовал и как ты считаешь, какие зачастую делают ошибки начинающие игроки, которые вроде и уделяют много времени Лиги Легенд, но у них не получается прогрессировать. Здесь все зависит от человека. Я как такой, скажем так, комнатный тренер людей, то есть я когда-то занимался коучингом Лиги Легенд персональным, то есть помогал людям брать выше, развиваться в этой игре. Сейчас это все на второй план, больше внимания стриму, больше внимания другим проектам, но в целом был опыт коучинга и все очень индивидуально. У кого-то проблема с самооценкой, причем как в плюс, так и в минус. Есть люди, которые там сидят в Сильвере, говорят, я вот могу играть на Даймонд, я там две игры играл на аккаунте друга, у него Даймонд 5, я всех рвал, я самый крутой, а в Сильвере я из-за того, что команда не керит, и я пойду играть 5 на 5 и буду чалик. И вот у них такая проблема, конечно же, есть люди, которые, ну, я Сильвер, я ничего не могу сделать, мне тут по жизни придется торчать, я никто, тоже проблема самооценки, тоже, нужно быть здраво, уверенным в себе, это основное, вот, менталитет, как ты подходишь к игре, играет очень важное значение. Я пробовал играть по-разному, я занимался эскальпизмом в Лигерриент, когда от проблем в реальной жизни бежал в эту игру, я рейджил в Лигерриент, я суперспокойно играл в Лигерриент, то есть абсолютно по-разному, я понимаю, насколько вот разные подходы дают разные плоды, не обязательно там очевидно идти, потом рейджишь, сливаешься, можно контролировать, можно направлять в правильное русло, но в целом гораздо проще найти тот правильный менталитет, подходить к игре с уважением к игре, то есть не думать, что ты ее всю освоил, не думать, что ты суперпрофессионал, с уважением к себе, то есть понимать, что ты достоин большего, ты достоин даже ни Сильвера, ни Голды, ни Платины, ты достоин, Даймонда, Мастера, Чарита, ты можешь это взять в итоге, если ты будешь правильно вкладывать в это время и свои силы, и с уважением к своим оппонентам и тиммейтам, то есть понимать тоже, это люди, может быть, не такие же, как ты, то есть они могут быть старше, младше тебя, они могут подходить к игре с таким же менталитетом, с таким же майндсетом, но тем не менее, это люди, и враги тоже люди, и те, и те делают ошибки, и ты можешь, конечно, там, слух называть, как угодно обзывать тиммейтам, и врагов, и прочее, но то, что присуще очень низкому Элла, это просто какие-то печатки, игра в чат, игра в оскорбление, и переписочку по 5, по 10 минут вместо того, чтобы жать кнопки в регионе, вот от этого стоит отказаться, все-таки это ни к чему не приводит в итоге, поймите, я тоже сам этим занимался, как вот начнешь переписываться, доказывать человеку, что он плохой, а он тебе доказывает, что ты плохой, ну и что, ничего, то есть здесь главное сохранять какую-то трезвую голову, и тогда все начнет получаться, и тогда начнется прогресс, это прям вот 90 или 95% игроков, которые застряли низкомабо, у них проблема с менталитетом, то есть у них проблема, вот она внутри головы, а не с руками там, или еще что-то, вот просто не могу, нет, на самом деле ты можешь, ты просто неправильно к этому подходишь к процессу, и вот и все, то есть как-то отрезвить себя, чуть может быть осадить, может быть чуть-чуть растомашить, наоборот, и постепенно начнет, начнет заходить. Я уверен. очень грамотно сказал, думаю многим поможет. Сейчас, пожалуй, будет уже последний вопрос, и он будет касаться твоих планов на будущее, потому что в ходе нашего с тобой диалога ты говорил, что вот ты уже вряд ли начнешь там тот же StarLadder на StarLadder рекоментировать, ты там уже проигроком не станешь, ну, в силу различных обстоятельств, и вот возникает вопрос, если у тебя все-таки не выйдет в Лиге Легенд себя проявить как вот комментатор, как аналитик, как тренер, чем ты планируешь заниматься? Потому что я уверен, что ты над этим уже задумывался. Разумеется. Ну, во-первых, я пытаюсь каким-то образом прокачивать, так сказать, свои скиллы, не относящиеся к Лиге Легенд, чтобы в итоге найти работу, чтобы в итоге элементарно кодить, то есть, или работать с кем-то еще в сфере IT. Мне это интересно, мне это близко, то образование юридическое, которое у меня есть, мне совершенно не пригодилось по жизни. где-то там прикладное применение есть, но юристом я работал от силы пару месяцев или три месяца. Нет, чуть побольше, вру, но полгодика максимум из долгих лет, когда я существовал каким-то образом. И планирую я, в общем-то, то, от чего я отказывался раз за разом все эти годы. Я стримил и не понимал, что это не мое проклятие, что я стримлю, а не занимаюсь чем-то полезным, типа, или важным, нужным, комментирование про игра или идти на работу, как мне говорили, например, родные, зачем ты вот этой фигни лимаешься, иди на работу. Я думал, что это мое проклятие, но сейчас я понял, и замечательные люди, которые меня смотрят на моем канале, они помогли мне помочь, помогли мне понять, что это не совсем мое проклятие, это скорее наоборот. Очень классная штука. Можно стримить, можно получать от них поддержку, ну да, элементарный донат, или просто поддержка добрым словом, или поддержка советом, или делом в трудную минуту. И это здорово. Это тоже занятие, это тоже фуллтайм работы, как ты стримишь, ты организовываешь шоу какое-то, ты постоянно что-то новое придумываешь, и с этого могут идти вполне реальные, вполне нормальные деньги, на которые можно просуществовать, и, соответственно, когда игра будет умирать, или тебе просто надоест стримить, этим заниматься, ты спокойненько пойдешь как-то где-то строить свою карьеру. Хотя это будет нелегко в любом случае, но я думаю, что прорвусь. А пока личные стримы. Это на самом деле радует, потому что, как я заметил, твои стримы стали еще интереснее, потому что, во-первых, стал стримить дольше, во-вторых, ты стал как-то более спокойно и аналитически подходить к своим играм, и это на самом деле очень радует меня как зрителя. Ну, я думаю, мы с тобой очень много чего обсудили, диалог вышел очень интересным. Но пора заканчивать. Большое спасибо тебе за беседу еще раз. Да, не за что, и тебе спасибо. На самом деле было очень интересно поговорить и во всем этом порассуждать. Спасибо за предоставленные возможности. Пока. До свидания. От души. ПОДПИСМЕНТИЯ ПОДПИСМЕНТИЯ